Природные пожары захлестнули восточный Казахстан. Их предварительная площадь составила более 2000 гектаров. Основная часть уже локализована. Правда, около Усть-Каменогорска не смогли спасти лыжную базу и жилой дом. На них перекинулось пламя из горящей сухой травы, раздутое сильным ветром. Возгорание все еще тушат в Курчумском районе. Корреспонденты КТК с огненной сводкой. На этой базе много лет тренировались чемпионы мира и призеры Олимпийских игр. Дети и взрослые занимались фристайлом, катались на горных лыжах и сноуборде. Тут же готовились к началу зимнего спортивного сезона. А теперь работникам не до тренировок. После пожара кругом руины и обгоревшие контейнеры с инвентарем. Теперь мы не знаем, что делать. Просто не сила. Сгорело все. Весь инвентарь, который был у нас. И школьный инвентарь сгорел. И то, что родители покупали дорогостоящий спортивный инвентарь. Лыжи, ботинки, шлемы специальные. Сгорело все. Сгорел подъемник, троса разворотные. Сгорела пультовая полностью. То есть мы не сможем это восстановить. Огонь разбушевался вчера днем. Дым было видно даже в самом Усть-Каменогорске. Никто не предполагал, что ветер развернется и огонь перекинется на базу. Очевидцы говорят, что случилось буквально в считанные минуты. Сначала шло в другую сторону все пламя. Потом очень резко накрыло дымом и с бешеной скоростью. Очень был громкий звук, треска. И буквально, ну не знаю, если так вот, ну 10 минут нагорел уже дом на противопорозной стороне нашей базы. Тут со страшной силой было все. При пожаре сгорело и жилье семьи, которая воспитывает ребенка с инвалидностью. Сейчас их приютили родственники. Хозяйка рассказала, что когда увидели дым, он был еще далеко за горой. Вызвали пожарных. И вдруг огонь стал стремительно приближаться. Так быстро, что люди едва успели покинуть дом. Я вот успела в дом заскочить, взять документы. У меня еще собачки маленькие. Я их в машину быстренько закинула. Хотела назад вернуться. А уже пройти по улице не могла, что сильный дым был, что не видно было идти. Дышать тяжело. Нелегко пришлось пожарным региона выйти в выходные. Они не успевали потушить одно возгорание, как приходилось ехать на очередной срочный вызов. За сутки таких было почти 60. Горел в основном сухостой. А накануне было объявлено штормовое предупреждение. И тушение осложняли сильные порывы ветра. До 15-20 метров в секунду. Общая площадь предварительно составила более 2000 гектар. Основные участки были локализованы в Уланском, Зайсанском районе. В том числе в городе Ускаменогорске и районе Алтай. Продолжается тушение пожаров в Курчумском районе. Основной процент пожаров связан с тем, что жители допускают неосторожное обращение с огнем, разводят костры и допускают палы травы. На тушении пожаров было задействовано более 120 спецмашин и порядка 700 человек личного состава. Это пожарные, служащие полиции, Национальной гвардии и Министерство обороны. А также местные исполнительные органы. Пришлось привлекать и вертолет Ми-8 местного Акимата.